Здравствуйте! Доброго дня! Мы находимся в магазине Одна Цена. Посмотрим ассортимент данного магазина. У меня всё. Пока что. Сегодня у нас небольшая коллаборация с Владимиром Владимировичем. Он тоже оказался почти в случайности в этом магазине. Но начать я хочу с ведер. Вот такие ведра. Естественно, по 39 рублей. Вместительный, удобный. 20 мл объём. Такой большой кетчуп. Объёмом 750 мл. Челябинская область. Город Копейск. Думаю, надо взять. Лапша гнёзда. Из твёрдых сортов пшеницы. 400 грамм. Вот можно посмотреть состав. Кстати, нас в посольстве Японии угощали такой лапшой. Очень вкусно. От этого же производителя есть и другая лапша. Тоже гнёзда, но просто уже побольше размера. Тоже самый город Пенза. Состав тоже такой же. 400 грамм. 39 рублей. Подставка для посуды. Для горячей. Сковородки ставить какие-нибудь. На чайнике. Может что-то такое. Вот такие вот столовые приборы китайские. Но сделанные, мне кажется, из фольги. Потому что очень лёгкие. Но симпатичные. Точилка универсальная. Здесь нам показано, что подходит для ножниц, ножей, топоров. Даже можно косу точить. Под разные форматы. Неплохая вещь. Смотрите, какая большая тряпка. Для протирания разных поверхностей. На ощупь очень нежная. Вот такая большая. Она ещё разворачивается. Вот. 39 рублей. Очень приятная. Очень много разных расцветок. Вот. 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 Оригинальная трубочка для начинки. Для твёрдых сортов пшеницы. Вот такие вот большие трубки. Очень хорошо выглядят. Можно начинять её фаршем. Ну, чем угодно. В принципе, 250 грамм. Я брал немножко другого формата. Вот такие брал. Собственно, очень удобно. Я фаршем начинял. Потом в воде, в сковородке их как бы варить и жарить и наподобие. Ну, как тушить, так скажем. Такие подают в Кремле. Персона. Салфетки бумажные двуслойные. 100 штук в упаковке. Размер 20 см на 17 см. Бумажные полотенца. Два рулона в упаковке. Выгодная покупка. Вот размеры. Двухслойные. Напоминаю, что всё в этом магазине по 39 рублей. Вот такая симпатичная кружечка. Она пластиковая. Сделанная в стиле обезьяны. Китайская. Наверное, для детей. Очень хорошо подойдёт, если, конечно, пластик не будет какого-нибудь плохого качества. Ну, выглядит прикольно. Может быть, играться детям. Может, не знаю. Может, что-то даже и пить можно с крышкой. А скажите, а вот вы эти цветочки купили, вы их куда будете ставить? Дома, да, наверное, где-то? Или в саду? Нет. А когда? Как будете использовать? А, на кладбище? Ну, в принципе, тоже вариант, да, на кладбище? Ну, а что? Вот один цветок каждому, например, нормально. Он как букетиком идёт, да, получается? Да, он расправится. Угу. Ну да, удобно, хорошо. Удобно. Спасибо. Вот я, кстати, давно искал вот такие щипчики, но не задорого. Это можно переворачивать либо какую-то горячую еду, те же стейки. Можно яйца доставать варёные. Удобно. Два штуки в комплекте. 39 рублей. Металл довольно-таки такой жёсткий. Смотрите, получается толкушка тоже у нас за 39 рублей. Деревянная ручка. Не пластик какой-то, да? Деревянная, металлическая. Хорошая. 39 рублей недорого. Не знаю, конечно, как по надёжности, но... А есть и пластиковая, кстати, вот. Тоже по 39 получается толкушка. А вы первый раз в этом магазине покупаете продукты? Нет, я не первая. Я не первая, как с автобуса иду на советскую аптеку. Всегда, да, сюда заходите? Хороший магазин, низкие цены, хорошие продукты, да? Да, ну, я всё читаю. Я читаю, я составляю. А что чаще всего берёте? Ой, ну, я здесь, например, вчера брала рис. Хороший рис, да, тут? Ну, он 39, сами понимаете, пакет. Ну, он, правда, 800 грамм. Ну, он половинкий. Ну, наш, краснодарский. А я дома варю кашу, у меня вся семья есть. Смешанную кашу делаю, то в кашу-то обязательно мне зёрна сочетают. Ну, слушай, ну, кофе в жаке, кстати. Кофе, да, вы взяли вы? Кофе неплохой, да. Ну, конечно, сгущёнку очень зеро. Потом вот хотел печенье, но если я читаю с пальмовым маслом, я не беру. А, не с пальмовым маслом, да, вы прочитали? Да, да. Значит, печеньки не будем брать. Вот, сколько я не беру, почему знаю, что, во-первых, в море сахара. Вот, ну, а мне нельзя сахар, поэтому нет. Ну, вот этот чай, скажу вам, вот чёрный. Кусочки сушёных ягод. Во-первых, вот эти пирамидки, очень хорошие. Не бумажные, видите, пакеты, где одна пыль. Ну, то есть вам понравился этот чай? Смотрю, вы даже две упаковки взяли. Я уже брала пять штук, я брала семь штук детям, себе. У меня так смешно получается, я на 56-м автобусе вот сюда доезжаю. Спасибо вам большое за консультацию. Ну, а на этом всё, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.